МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тема этой недели стала встреча вице-губернатора Ниньского округа Алексея Кайдалова и главы Росавтодора Романа Старовойтом. В ходе рабочего совещания, которое прошло в Москве, стороны обсудили перспективы развития дорог на территории НАО и поговорили о федеральной поддержке наиболее значимых региональных проектов в сфере дорожного хозяйства. По словам главы Росавтодора Романа Старовойта, региону необходимо более интенсивное развитие дорожной сети. На сегодняшний день протяженность единственной федеральной трассы на территории субъекта составляет всего 4 километра. Это дорога на подъезде от Наринмара к аэропорту. В 2015 году трасса была полностью приведена в нормативное состояние. В текущем дорожном сезоне на ее содержание из госбюджета выделено 7,5 миллионов рублей. При этом более 580 миллионов направлено Росавтодором в качестве межбюджетных трансфертов в казну Неницкого округа на реализацию работ по строительству участков автодороги Усинск-Наринмар, а также ремонт и капремонт действующей дорожной сети. Ведомство держит на особым контроле строительство дороги Сыктывкар-Ухта-Печора-Усинск-Наринмар. Есть понимание важности реализации данного проекта как для жителей Неницкого округа, так и соседней республики Коми. Новая трасса обеспечит 174 населенных пункта с населением более 525 тысяч человек автомобильным сообщением по дорогам с твердым покрытием и создаст устойчивую автомобильную связь двух регионов, отметил Роман Старовойт. В свою очередь, и вице-губернатор Алексей Кайдалов рассказал о планах по строительству объездной трассы в Наринмаре для разгрузки существующих городских дорог. Регион также планирует привлекать на реализацию масштабного и значимого для Наринмара и близлежащего поселка искателей проекта федеральные ресурсы. Избирательная комиссия Неницкого округа выдала разрешение на открытие специальных избирательных счетов еще двум кандидатам, а именно кандидату от «Единой России» Сергею Коткину и кандидату от «Справедливой России» Виктору Шустрову. Подробности в рубрике «Актуально». Таким образом, разрешение на открытие специальных избирательных счетов выданы восьми кандидатам. Среди них три самовыдвиженца – Мария Полякова, Владимир Кисляков и Максим Малышев и пять кандидатов от политических партий – Андрей Смученков, ЛДПР, Александр Саблин, КПРФ, Алексей Лебедев, Коммунистическая партия «Коммунисты России», Виктор Шустров, «Справедливая Россия» и Сергей Коткин «Единая Россия». Кроме того, на заседании назначили членов избирательной комиссии НАУ ответственных за работу с избирательными бюллетенями при подготовке и проведении выборов депутатов Госдумы. Ими стали Георгий Попов, Людмила Тоскаева, Лариса Свиридова и Михаил Васильев. Также на заседании назначили уполномоченных представителей по финансовым вопросам кандидатов в депутаты. Мы плавно подходим к следующему этапу избирательной кампании, когда кандидаты уже предоставляют документы на регистрацию. И 23-го истекает срок для кандидатов, выдвинутых от политических партий, предоставлять документы и тем самым подтверждать, что они желают баллотироваться и подтверждают решение партии на то, чтобы выдвинуть свою кандидатуру в качестве кандидата. Напомню, сегодня на выборы выдвинулись 8 кандидатов, пять из них – от политических партий. «Справедливая Россия» выдвинула Виктора Шустрова своим кандидатом в одномандатном округе номер 221 на 8-м съезде 27 июня. В списке «Справедливой России» были заверены Центроизбиркомом РФ 12 июля. Член Коммунистической партии «Коммунисты России» Алексей Лебедев уведомил 15 июля избирательную комиссию Нинецкого округа о выдвижении в депутаты Госдумы 7-го созыва по 221-му одномандатному округу. «Коммунисты России» входят в число 14 партий, допущенных к участию в думских выборах, без сбора подписей. Она выставила кандидатов во всех 225 одномандатных округах. Андрей Смаченков был утвержден кандидатом от ЛДПР в 221-м одномандатном округе на 29-м всероссийском съезде партии 28 июня. Он же стал единственным кандидатом, включенным в территориальную группу номер 134, которая представляет собой территорию НАУ. Первый секретарь Нинецкого окружкома КПРФ Александр Саблин стал вторым партийным кандидатом в Думу по одномандатному округу номер 221. Кандидаты выдвинут свои партии КПРФ. Это произошло на партийном съезде 25 июня. Сергей Коткин был выдвинут кандидатом от партии власти по округу номер 221 на 15-м съезде Единой России 27 июня. Он стал победителем предварительного голосования, которое прошло 22 мая. Напомним, что выборы в Госдуму 7-го созыва пройдут в соответствии с принятым в 2014 году законом, возвращающим смешанную систему выборов в Нижнюю палату парламента. Согласно закону, половина из 450 депутатов будет избираться по партийным спискам и половина по одномандатным округам. Кроме того, по закону в парламент следующего созыва пройдут партии, которые преодолеют 5-процентный барьер. Качество производства молочной продукции и нефтепродуктов под контролем. Этой теме посвятили заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Ниницком округе. Свои доклады представили руководители агропромышленных предприятий и нефтяные компании, работающие на территории региона. Первым делом члены комиссии обсудили порядок проведения проб произведенной продукции. По словам директора Ниницкой агропромышленной компании, вся продукция предприятия производится из цельного молока. Сухое молоко используется только при производстве йогурта. Регулярно сдаются пробы в Центре гигиены и осуществляется ветеринарный контроль стада. Для контроля качества молока и молочной продукции существует технический регламент о безопасности. Технический регламент мы подтверждаем в городе Архангельске на соответствие раз в три года. Ежемесячно вся готовая молочная продукция сдается в сертифицированную лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии на исследование по микробиологии и химической анализе. По результатам этих анализов нам выдаются протоколы. То есть наша продукция идет с сертификатом по техническому регламенту и с протоколом. Нарушений нет и в работе Открытого акционерного общества ВИТО. Раз в три года ВИТО получает сертификат качества в Архангельском центре стандартизации и метрологии. Ежедневно молочные продукты проверяют в Центре гигиены и эпидемиологии. Для информирования населения округа о качестве продукции председатель комиссии поручил регулярно размещать сертификаты качества на сайтах предприятий. Раз в месяц по мере получения вот этого сертификата просто делать информационное сообщение о том, что вашими организациями, да, соответственно, получен сертификат от лаборатории. Большое внимание уделяется и контролю моторного топлива на объектах нефтепродуктообеспечения в регионе. Систему проверки продуктов представили две компании. Ненецкая нефтяная компания и Лукоил Северо-Запад нефтепродукт. Последняя имеет две автозаправочные станции в Наринмаре и одну на Харьягинском месторождении. Специалисты отрасли проводят двухфазную проверку топлива и масел при отгрузке с завода и после транспортировки. По прибытию в Наринмар также проверяется на соответствие показателям при приеме продукции. Это плотность, еще это внешний вид, вода. После слива в резервуар, из резервуара отбирается проба, но так как лаборатории нет, то для соответствия со системой обеспечения качества на Наринмаре, на Наринмарской нефтебазе, пробы топлива отправляется для проведения анализа в Печору или же могут отправляться в Ухту. Ненецкая нефтяная компания имеет в округе два заправочных комплекса, один из которых – плавучая АЗС в районе Наринмарской нефтебазы. Для выполнения проверки компания имеет собственную лабораторию. У нас делается анализ плотно-фракционный состав, точно так же плотность, связкость, светлость, вода, мехпримеся и различные другие вещи. И идем в совершенствование. На сегодняшний момент идет капитальный ремонт здания бывшей котельной, где будет располагаться непосредственно лаборатория, уже которой мы будем аккредитовывать, которая будет стоять оборудование, позволяющее проверять на фильтруемость, на серу, на разгонку. Также представитель Ненецкой нефтяной компании объявил о планируемом запуске новой АЗС и реконструкцию уже действующей на улице авиаторов. Обсудили члены комиссии и качество авиационного топлива. Контроль в этой сфере осуществляется в соответствии с федеральными авиационными правилами. Надежда Литкова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Правительство России передало Газпрому права на Ванаевийский и Лаевожский участки недр, расположенные в Ненецком округе. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Документ размещен на сайте Кабинета министров. В сопроводительном письме к нему отмечается, что участки переданы по итогам аукциона. В нем также участвовали Роснефть и Лукоилкоми. Права на разведку и добычу углеводородного сырья на этих участках переданы Газпрому на 20 лет. Теперь компания-недропользователь должна в течение двух лет подготовить и утвердить проект разведочных работ. В течение пяти лет выполнить эти работы. В течение шести лет провести пересчет запасов углеводородов на основе анализа результатов разведочных работ. В течение семи лет подготовить и утвердить проект первой стадии разработки месторождения. Обустройство и ввод месторождения в первую стадию разработки должно быть осуществлено недропользователям в течение 11 лет со дня государственной регистрации рецензии. Напомню, в Иноевийске и Лаевожске участки недр расположены в северо-западной части большеземельской тундры Нау. При этом запасы Лаевожского месторождения оцениваются почти в 10 миллионов тонн нефти и более 140 миллиардов кубометров газа. Потенциал в Иноевийске участка оценивается в 6,5 миллионов тонн нефти и 85 миллиардов кубометров газа. Более 80% от запланированного объема дизельного топлива доставлено в поселение Неницкого округа. По данным руководства Севержелкомсервиса, компания по опережающему завозу топлива идет в соответствии с графиком. Уже сегодня всеми видами топливно-энергетических ресурсов на предстоящую зиму в полном объеме обеспечены Харутам, Харивер, Несь, Коткино, Щелина, Лабожская, Тошвиска, Пылемец, Воланга, Чижа, Шойна, Киевы, Учейски, Нижняя Пеша и Припечерские села. Среди них деревня Хангурей. Там побывала наша съемочная группа. Как и чем живет поселок в летнее время, смотрите в рубрике «Сельсовет». Доставлять свежий хлеб к столу жителям Хангурея – ежедневный ритуал для Ивана Рочева. Пекарня для него и работа, и, можно сказать, семейный бизнес. Десять лет пекарь с супругой Светланой снабжает выпечкой небольшую деревню. Ежедневная партия – до 70 буханок белого и черного хлеба плюс сдобная мелочь. Кроме того, раз в неделю выпечка отправляется в Каменку. Там нет местной пекарни. Свою работу супруги любят, несмотря на тяжелые условия. В первую очередь это касается здания. Брущатому строению больше 50 лет. После ремонта в 2008 году видоизменился только цвет здания. Все остальное быстро пришло в негодность. Все падали. Это после ремонта, не в долгие, вот это стало. Если тут лампа, вот это я бы иду к потолку. Тут их сели кругом. Мы здесь затыкали, вот тут ватки-то. А зимой как здесь? А зимой холодно. Поэтому в декабре уже дорабатываем и ходим в отпуск. Когда пекарня закрывается, люди привозят хлеб из Наринмара, что в 50 километрах от деревни, либо пекут дома. Как оказалось, в ремонте нуждается и здание Дома культуры. За красочной внутренней отделкой скрываются ветхие конструкции. Если потолки будут шататься, это может упасть. Когда был ремонт в последний раз? Ремонт? Ой, давно, очень давно. Несмотря на это, Дом культуры востребован у населения. Сюда приходят на дополнительные занятия и просмотр мультфильмов «Дети», репетирует творческий коллектив «Весёлые соседушки». По праздникам жители приходят на концерты и дискотеки. Как говорит рабочий учреждение Виктор Шевелёв, ремонтировать здание смысла нет, только деньги на ветер спустишь. Надо строить новое, а это, опять же, неэффективно. Посёлок маленький, население в основном среднего и старшего возраста. Так что пока люди довольствуются тем, что есть. А работы в деревне действительно не так много. Школа, сад, колхоз оленеводы. Олени много? Оленеводов много? Нет, у нас два стадия так. Немного, наверное, человек 12 может. Стараются люди, молодые люди, уезжать, потому что нет работы. Перспективы никакой нет. Начальник отделения Почты России Надежда Канева говорит, что родители всё чаще уезжают вместе с детьми в город. В Хангурее школа только начальная. За средним общим образованием надо ехать в Оксино. Не каждая мама вынесет разлуку с ребёнком. Детей в деревне осталось немного. Десяток в детском саду и девять в начальной школе. На лето учреждения закрывают и приводят здания в порядок. В этом году сотрудники школы и сада сделали косметический ремонт. Старенькие здания поддерживают в рабочем состоянии своими силами. Так что в новом учебном году дети будут учиться в обновлённых помещениях. Уже завезено и необходимое топливо – дрова, уголь, дизель. В период навигации его завозят в полном объёме, чтобы хватило на весь осенне-зимний период. Ну а пока он не наступил, люди рыбачат, ходят за ягодами, грибами и ухаживают за уютными огородами. Валентина Чебичик, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». После поездки в Хангурей мы решили отправиться ещё дальше, вверх по Печори, до самой крайней точки на карте Неницкого округа. В 65 километрах от столицы региона живёт своей тихой, размеренной жизнью маленькая деревня Тошвиска. Вопреки всем проблемам и благодаря любви её жителей к своей маленькой родине, поселение пусть и не процветает, но на фоне более крупных населённых пунктов выглядит вполне достойно. Почти все её постоянные жители, а это чуть более 60 человек – люди пенсионного возраста. Как они живут и с какими проблемами сталкиваются, смотрите в следующем материале рубрики. Я до армии ещё вроде был тут, где-то лет 16-17 лет было. Николай Василискович Безумов – один из старейших и уважаемых жителей Тошвиски. Здесь родился, женился, работал и растил детей. Вся жизнь и все воспоминания связаны с родной деревней. Никогда процветавшая, с более чем 130-летней историей, сегодня она больше напоминает ухоженный дачный посёлок. А в былые времена жизнь здесь кипела, вспоминают старожилы. Ещё до войны, в 1934 году, в деревне был создан колхоз «Красный рыбак». Рыбы добивали 700 центров всякой разной, наваги, белой. В начале 70-х рыбаки Тошвиски, Щелина и Виски объединились в артель. В те времена выживать всем вместе было легче. По сей день рыболовецкий колхоз носит имя Владимира Ленина. Висчане ведут лов на участке Угрависка, Тошвисчане – на лосинце, рассказывает Николай Василискович. Кстати, целых 10 лет, с 1976 по 1986 годы, он был председателем отделения колхоза. До этой должности был пройден огромный трудовой путь. Работать старожил деревни начал в 13 лет. Летом-то тут всё накосным бригадиром был. Зимой вот, по рыбодову, ещё бригадиром. В то время Николай Василискович вспоминает с ностальгией. Население Тошвиски было в разы больше, работы было много. До начала 90-х в деревне была своя животноводческая ферма. Телятник, добротная конюшня, маслозавод, где производили сливки и масло. Хозяйство насчитывало до 100 голов дойного стада. Деревня строилась, жизнь бурлила. Свой дом с настоящей русской печью, сенями и горницей Николай Безумов построил в далёком 62-м. Сегодня молодёжи в деревне практически не осталось. Нет ни работы, ни детского сада, ни школы. По сей день рыболовство – основное занятие немногочисленных мужчин Тошвиски. Сегодня на краю Ненецкого округа в основном проживают пенсионеры. Летом у них хлопот хватает. Держат огороды, выращивают картофель, огурцы. С недавних пор в деревне осталась только одна торговая точка. Магазин потребка операций закрылся. Продуктами деревенских жителей снабжает Наталья Карманова. Привозим сейчас пароходами, СТшками. Зимой на Буранах, Сухты. Как ассортимент? Нравится населению? Всё ли пострадали? Возим то, что им надо, что они любят. От продуктов до техники и стройматериалов. Частники готовы предложить своим землякам широкую номенклатуру товаров. Работают под заказ. Как и в любой деревне, отпускают товар под запись, то есть в долг. И есть в Тошвиске и своя пекарня. Правда, сейчас пекарь Наталья Зарубина в отпуске. Поэтому запаха свежего хлеба, как и самого хлеба, в деревне нет. Ну, я говорю, через день пеку, конечно. Да, когда как. Ну, вот сейчас практически хорошо пекали. Идёт хлеб. Шёл. Хорошо. Жалоб не было. А что печёте? Хлеб или булочки? Нет, только хлеб. Белый-чёрный? Белый-чёрный, да. Как и в любом населённом пункте округа, в Тошвиске есть свои проблемы. Самая большая и животрепещущая – отсутствие медицинского работника. Местный ФАП закрыт на замок. Фельдшер уехала в отпуск, и на замену ей, как это было раньше, никого не прислали. И многочисленное население деревни, старики и маленькие дети, которые приехали на каникулы, остались без медпомощи. Для ташвисчан это настоящая беда. Ждать помощи можно только из виски. Но и это не ближний свет. А если вот так кого-то везти, какого-то больного до виски, или хотя бы с виски ехать, то же самое. Всё-таки 25 километров по печоре. Вот сейчас всё обмелело, нужно ехать только по печоре. Там шарами, наверное, уже тоже будут проблемы ехать. И вот мы оставили так вот, не подумало руководство. Вообще-то плохо такая, на улице жара стоит, у меня плохо. Да и детей маленьких много. Инвалидов. У нас же здесь пожилой возраст почти, все уже 50 годами старше. Отсутствовать местный фельдшер будет до середины сентября. На это время главврачом Великовисочной участковой больницы был организован еженедельный приезд в Тошвиску медицинского работника. Каждую пятницу жители деревни могут прийти на приём и получить необходимую помощь и консультацию. На личном контроле ситуацию с отпусками медработников в населённых пунктах держит глава здравоохранения Нинель Семяшкина. В том числе и знакома и ситуация в Тошвиске. 15 июля у нас туда выезжал врач-терапевт. Было принято 7 человек на приёме. Был один вызов к хроническому больному, то есть полностью было обеспечено все необходимые. То есть всё, что касается планового оказания медицинской помощи, полностью оказывается. Всё, что касается экстренного оказания медицинской помощи, я уже сказала ещё раз, был один вызов, он также был обслужен. То есть жалоб у нас конкретных на неоказание медицинской помощи в департамент не поступало. По словам главы здравоохранения Нинель Семяшкиной, решение о том, каким образом жителям будет оказываться медпомощь во время отпуска основного фельдшера, принимается в каждом случае отдельно. В случае с Тошвиской в этом году было решено организовать еженедельные выезды, а не присылать временного медработника на время отпуска основного. Такая ситуация наблюдается во многих населённых пунктах, где есть возможность быстрого реагирования на вызовы фельдшеров из соседних населённых пунктов, как в случае с Великовисочным кустом. Такое решение было принято также в целях оптимизации расходов в непростой экономической ситуации, отметила глава здравоохранения. Не менее серьёзная проблема для жителей деревни – плохая мобильная связь. Позвонить можно, только встав в определённую точку. Таких жителей Тошвиски нашли несколько. Можно ли вообще где-то её здесь поймать? Можно. На куче в магазина. Шлаг был когда-то у нас. Там поймали. Ну, в общем-то, проблема. Искать надо, бегать с телефонами. Недовольны жители деревни качеством интернета. В Ниницкой компании электросвязи уверяют – никаких проблем, в том числе аварий, неисправностей в деревне нет. Чаще всего проблемы появляются из-за несоответствия тех тарифных планов, которые они берут, и необходимых услуг, которые они требуют. То есть, когда берут 256 килобит в секунду, которые позволяют только открыть страницы для просмотра, они хотят просматривать видео. Ну и, соответственно, получаются проблемы, которые вам были озвучены. Что касается качества мобильной связи, то, по словам Вячеслава Махнёва, по сравнению с той же виской, деревня расположена в низине. Отсюда и проблема – рельеф местности не позволяет принимать устойчивый сигнал. В таком случае специалисты советуют приобрести репитер – усилитель сигнала сотовой связи. Несмотря на существующие проблемы, жители деревни не отчаиваются. Несмотря на, казалось бы, отсутствие перспективы, продолжают вести несуетливую и размеренную жизнь. Я здесь родилась, никуда не уехала. Значит, естественно, нам нравится здесь жизнь. Здесь же природа хорошая. Пока была ферма здесь, и народы ведь ходили, заря ходил теплоход, вот ракета ходила, самолёты у нас летали два раза в неделю. Всё, ведь люди, это, по многу ведь население здесь насчитывалось. А вот убрали скотный двор животного, зато сейчас мы сидим без молока и без мяса. Молоко, мясо и дополнительные рабочие места сегодня можно получить собственными силами. Благо, в округе существуют разные виды поддержки. Об этом жители деревни обещали задуматься. А пока в планах на ближайшую перспективу заготовка ягод. А там и зима не за горами. Зимой, говорят, жить легче. На снегоходной технике можно быстро добраться до соседних деревень и до столицы региона. Ирина Цепетова, Антон Водряков, Телеканал «Север». На этом всё. Это была программа «Итоги недели». Мы остановились на основных темах и событиях, которыми ознаменовалась прошедшая неделя. Вся подробная информация о событиях, которые происходят в округе, есть на нашем сайте. До встречи через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok